Мы сегодня собрались для того, чтобы по предложению правительства рассмотреть блок экономических вопросов, для решения которых необходимо участие президента. Но когда получил перечень вопросов, меня что удивляет? В последнее время, может быть, средства массовой информации врут, может быть, специалисты докладывают мне кривую информацию, но я каждый день слышу и читаю информацию о том, что наш основной торговый партнер, они любят это называть себе партнером, все больше и больше вводит санкции против Беларуси. Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю, но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников. То одно предприятие закрыли, то другое, потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились, то ли у них подозрение есть, что мы что-то тут поставляем не оттуда, и каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок. Я приведу пример, как поступили мы годы, полтора года назад, когда мне специалисты доложили о том, что у нас в аварийном состоянии находится нефтепровод и нефтепродуктопровод, по-моему, которые идут через Беларусь, именно по нефтянке. И нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы. Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации – нефть. Этот вопрос стоит и сейчас в повестке дня. Поэтому я попрошу вице-премьера Игоря Лешенко, значит, если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что они начинают нам выкручивать руки. Но я к тому, что правительство якобы этого не видит. Ну ладно, сегодня вице-премьер работает без году неделя, он еще не успел разобраться, но я же и премьер, и первый вице-премьер. Да и вы должны это видеть. Мы должны принимать соответствующие меры. Ну что мы все время, нас бьют в левую щеку, мы подставляем правую. Разберитесь и доложите отдельно на следующей неделе.